Ну а в столице республики сотни неравнодушных людей продолжают сдавать свою кровь для пострадавших в аварии в Тарумовском районе. К донорской акции сегодня присоединился коллектив ансамбля Лезгинка. Рассказывает Бария Тубрынская. Залина Мусаева танцует в Лезгинке около 10 лет. Коллеги ежегодно сдают кровь, пополняя запасы станции переливания. Эту акцию проводят в помощь пострадавшим в недавнем ДТП. Желающих принять участие было заявлено около 40 человек. Идите домой, хоть кому-нибудь поможет. Чтобы сдать кровь, нужно обладать определенным запасом здоровья. Каждый медотвод, а их было несколько, здесь воспринимают очень болезненно. А те, кто прошел предварительные тесты, попадают сюда, на территорию забора крови. Весь процесс проходит в офисе Лезгинки. Современные медицинские материалы позволяют организовывать такие пункты приема везде, где это необходимо. Под гемокон содержится антикоагулянт. Мы открываем, ломаем иглу, берем пробирку вот с этого, вот, как показать, не знаю, вот отсюда. Игла есть у нее. Туда в вакуумную пробирку делаем и на анализы берем. А потом вот сюда идет непосредственно. И все, все стерильно, все как надо. Индивидуальный стерильный набор для каждого пациента. Гарантия безопасности процедуры. В акции участвуют не только танцовщики. Приобщиться к благотворительности пожелал весь коллектив. Ощущение гордости, что мы помогаем людям, которые пострадали. Я очень рад, что именно инициатива исходит от наших артистов. И я их не просил, никто их не принуждал, как говорится. Они сами проявили инициативу, потому что знают, что сегодня очень важно сдать кровь и поддержать наших раненых полицейских. Ту аварию, трагедию, которая произошла недавно. Вот наши артисты решили сдать кровь, и это они делают каждый год. За полчаса работы через мобильную станцию переливания прошло 13 человек. Это меньше половины. Если даже четверть желающих получит медотвод, говорят врачи, то, учитывая средние нормативы сдачи, сегодня лесгинка пополнит запасы республики минимум на 10 литров крови. Бариата Брынская, Магомед Магомедов. Время новостей.